Подскажите, какой телефон выбрать? Вы только русифицированный, я же учитель русского языка. Вот Самсунг, он отлично звонит. В школьной лиге КВН и шутки на тему уроков. Команда «Продленка» Арджоникицевского района – одна из самых сильных в высшем дивизионе школьной лиги. И самая солидная существует уже 10 лет. Приходит обычно новый приток детей. После того, как мы проведем какую-то игру, какой-то концерт в школе, сразу приходят новые дети, посмотрят на нас, хотят так же. Берем всех, ну естественно, потом проходит естественный отбор и остаются самые сильные. Победу и выход в четвертьфинал в этом году принес конкурс «Третий лишний», говорит капитан команды Диана Ахметова. Сейчас ребята придумывают приветствия и музыкальные номера для полуфинала. Каждый раз проводят свою КВН-овскую разминку. Пока номера готовы только процентов на 10, зато все шутки пишут только сами. Мы собираемся командами, вот команда делится на команд 5 еще под командочек, и штурмуем, пишем шутки. Все пишут. Нет людей, которые не пишут. Все. Прямо все-все? Все. Не умеют, но учатся. Лет 5-7 назад я говорил, что мы детей от улицы, от подъездов оттягиваем, но сейчас плюс к этому еще от компьютерных игр, от социальных сетей. То есть хотя бы три дня в неделю они заняты здесь, они заняты КВНом, и буквально через год, через два после того, как они начали заниматься, они уже начинают отличаться от своих сверстников, от своих одноклассников. То есть они свободно выходят к доске, свободно отвечают, могут связать слова. Появляется больше запас слов. Перед полуфиналом команда «Продленка» будет тренироваться не три раза в неделю, а каждый день. Ребята мечтают повторить опыт предшественников и стать победителями школьной лиги КВН «Перми», как семь лет назад. Полуфинальные игры пройдут 26 и 27 февраля во Дворце молодежи. В них сыграют все команды высшего и восемь команд первого дивизиона, показавшие себя лучше соперников на одной восьмой и одной четвертой финала.